Которую, как ни странно, знаю не очень хорошо. Поэтому посмотрим, как это говорят. А теперь пускай говорят пушки. Для допуска к соревнованиям каждый участник обязан пройти медицинский осмотр и предъявить необходимый комплект снаряжения. Снаряжение, разрешенное к применению в подводной охоте, это ружья, которые заряжаются исключительно мускульной силой подводного пловца, подводного охотника. То ли пневматические ружья, то ли ружья с резиновым боем. Обязательно наличие у спортсменов буя, ярко окрашенного, который хорошо заметен на акватории, для того, чтобы можно было следить за перемещениями спортсмена плавучестью не менее 10 килограммов, а также ножа, который в подводной охоте и вообще в подводном спорте является средством обеспечения безопасности. В связи с тем, что спортсменам предстоит испытывать большие физические нагрузки, они будут находиться в воде и работать, активно очень нырять, охотиться в течение пяти часов, то, несмотря на то, что вода сейчас в море достаточно теплая, обязательно наличие у спортсменов гидрокостюма. Пожалуйста, кто готов предъявить и снаряжение? Так, пожалуйста. Пока никто не знал, что из всего комплекта снаряжения решающую роль будет играть именно гидрокостюм, причем запасной, семерка. Охотники, побывавшие в акватории накануне соревнований, были готовы ко всему, и к безрыбью, и к прозрачности воды, ограниченной тремя-четырьмя метрами, но сегодня море приготовило еще одно серьезное испытание. Между тем, на площадке царит бодрая, веселая атмосфера предстартовых сборов. Не подозревая решающей роли гидрокостюма в сегодняшней охоте, интересуемся предпочтениями спортсменов в боевом снаряжении. Охотимся в большей частности с пневматическим оружием, но по законам Республики Беларусь сейчас пневматические, запрещено на вывоз. Я не знаю, почему это сделано, поэтому нам всем приходится сейчас переходить больше на резинки, как говорят в охоте. Они очень просты, но в плане того, что мы не совсем часто с ними охотимся. Единственный вопрос. Таким ружьем, в принципе, можно подстрелить карпа до 15 килограмм легко. Как показала практика, наиболее удобным и правильным это использовать вот такой вот плотик или надувной буй-плотик, на котором может достаточно комфортно расположиться все снаряжение. Я уже достаточно много лет использую пневматическое оружие. То есть это все самодельное оружие. Оно адаптировано под нужды, скажем так, данной акватории. Раньше мы стреляли с арбалетов импортных, итальянские, французские, испанские. Я на последнем заседании нашей комиссии сказал, что нужно просто пропагандировать наше оружие. Оно ничуть не хуже, а во многом лучше, чем импортные аналоги. То есть пневматические оружия, которые сделаны руками наших умельцев. От оружия перейдем к другой, не менее волнующей для каждого подводного охотника теме. Особенность первого кубка «Золотой символ», которую невозможно не отметить, – большое количество участниц женщин. Для сравнения, в прошлом году на кубке «Апнос» было две спортсменки, сегодня 11. Объясняется ли этот феномен общим ростом популярности подводной охоты, или женщина-медвежит другая, непостижимая мужским разумом, сила? Ну, это очень мужской вид спорта. Даже суть не в том, что тяжелый, тяжелое снаряжение, все самое носить, ездить. Очень дорогой вид спорта. А это еще очень психологически, скажем так, морально тяжело. И мое первое убийство рыбы было – застрели, потом закали. И это было очень сложно для начала, а потом нормально. Для меня, знаете, сначала это было просто как увлечение, потому что такого вида спорта вообще я не знала, что такое вид спорта существует. Сейчас для меня это такое странное состояние души и тела, так скажем. Пока еще я не определилась, что это для меня значит. Каких-то громких слов сказать не могу, но то, что это кайф, одним словом, это точно. Это развитие фридайвинга, то есть иначе фридайвинга, в общем-то, не имеет продолжения, так это достижение каких-то целей, это лучше, чем… Это занятие спортом, прежде всего, то есть это полезно для здоровья, это интересно, это, скажем так, многогранной расширяет кругозор, то есть общение среди охотников, охотниц и как бы поддерживать мужчин. То есть это интересно. Мне 18 лет, занимаюсь я уже с детства очень много. Начала заниматься, потому что занимался мой папа, и он меня втянул в этот спорт. Ну, конечно, должна быть смелая, все-таки не каждый опустится под воду. Организованная все-таки и мужественная, я этим живу. Не правда ли, ответы достойны настоящих охотниц. Пожелаем им удачи и перейдем к официальной части. Брат, равняйсь, смирно! Товарищ председатель оргкомитета, спортсмены, участники международных соревнований «Золотой символ по подводной охоте» построены на парад открытия сам главного судизма для национальной категории «Ричков». Принято! Вольно! Первый приз и первый трофей турнира «Золотой символ» все же достался Олегу Лиденко. Награды за вклад в развитие подводного спорта и высокий профессионализм от министра семьи, молодежи и спорта Украины вручил вице-президент Федерации подводного спорта Захар Наумович Берман. Право поднять официальный флаг соревнований было предоставлено капитаном российской и белорусской команды, а также победителю прошлогоднего турнира Максиму Головянко из Днепропетровска, Украина. Души тела мы положим за нашу свободу и покажем, что мы, братья, козацкого роду. После коротких напутствий главного судьи и представителя Севастопольского территориального отдела рыбоохраны звучит команда по катерам. Сейчас все на катера и готовимся к открытию. Парад вольно! Разойдись! Подхватив снаряжение, спортсмены выдвинулись на посадку. До старта считанные минуты. Удачи! Спасибо! На причале яхтиной Марины «Золотой символ» подводных охотников ожидали семь катеров, на каждый из которых запланировано разместить по четыре команды. Это единственное, что отличало балаклавский турнир от соревнований европейского уровня, где каждой команде, как правило, предоставляют отдельную моторную лодку. На этих соревнованиях европейским опытом воспользовалась лишь киевская команда, состоящая из лидеров сборной Украины. Поможет ли им это преимущество, узнаем позже. Я взял, чтобы даже с куртку семерочку. Учитывая сравнительно небольшую акваторию турнира, можно спорить о целесообразности введения такой практики. Впрочем, если в следующем году кубок «Золотой символ» будет претендовать на участие европейцев, то решение вопроса с лодками обеспечения труда организаторов не составит. Ведь Балаклава – это порт, специализирующийся на морском туризме. Владельцы катеров и капитаны с традиционным балаклавским гостеприимством подошли к участию в турнире, добросовестно отнеслись к возложенным на них обязанностям. Яхтенная марина «Золотой символ» обеспечила турнир быстроходными судейскими лодками и катером сопровождения. Нарядным строем флотилия с охотниками выдвинулась направо из Балаклавской бухты. Сегодняшняя акватория – трехкилометровый участок, ограниченный двумя красивейшими пляжами – Василий и Яшмова у мыса Фиолента. Неприступный скалистый берег, интересный скально-волонный рельеф дна. Глубины – до 30 метров. Лучше для спортивной подводной охоты и не придумаешь. К сожалению, времени полюбоваться пейзажем немного. Переход до первого маркерного боя занимает не больше 20 минут. Поэтому спортсмены, решившие начать охоту там, не теряя времени, готовятся к высадке. Меня растереть. К катеру цели. Капитан, возле красного боя, думайте, но высадка только возле буйков. Часть охотников десантируется в воду и направляется в сторону буя. Сергей Пивовар уверенно ныряет одним из первых, рассеивая сомнения колеблющихся. Здесь же выходят не только и юные амазонки. Времени на раздумье немного, да и расстояние до следующего боя всего чуть больше километра, на ластах в случае чего можно легко осилить. Спешим на вторую точку, высадку нужно провести оперативно. Вода прохладнее, чем обычно, и те, кто вышел первыми, оказались не в лучших условиях, дожидаясь старта, который последует после высадки охотников в конце акватории. На втором бое, отмечающем середину акватории, уже собралась внушительная кампания во главе с Лагутиным. Это ли стало причиной предпочтений спортсменов, или тактический расчет, что отсюда легче идти и направо, и налево, но на белом бое было многолюдно. До старта остается совсем немного времени, еще один 10-минутный переход. На борту лишь двое охотников, на других катерах, подходящих к третьему бое, тоже считанные единицы. Трудно сказать, что это, выдержка, точный расчет или охотничья чуйка, но именно этим ребятам сегодня море даст шанс на победу. Взлетает белая ракета, и сигналы катеров, прокатившиеся по цепочке вдоль всей акватории, дают старт соревнования. Пловцы распределяются по акватории. Охота легкой не бывает. Эти пророческие слова, сказанные в интервью Олегом Лиденко, как нельзя лучше охарактеризовали сегодняшний день. Учитывая большое количество участников, можно сказать, что приоритетную роль будет играть темп, который необходимо выдержать все 5 часов соревнований. К тому же низкая видимость и небольшое количество рыбы, характерное для начала лета, делали охоту по-настоящему спортивной. Понятно, что удача будет на стороне самых опытных и подготовленных охотников. Сложные условия лишь с большей долей объективности помогут определить сильнейших. Но и в этот расклад природа внесла свои коррективы. Рыба есть? Я рыба! Море решило испытать дерзких людей на прочность, сделав неожиданный сюрприз, обернувшись для одних удачей, для других досадным невезением. Накануне соревнований температура воды в акватории была около 22 градусов. Этот показатель стал определяющим при выборе толщины гидрокостюмов для охоты. Но сегодня ветер выгнал к берегу массы ледяной воды, опустив температуру почти на 10 градусов. Причем разница в распределении температур на акватории колоссальная. Вначале у пляжа Василий на старте температура была около 15 градусов, а в дальней части у Яшмова пляжа больше 20. Естественно, что предугадать такого расклада никто не мог. Немногочисленные косяки горбылей, а именно они были основным объектом охоты, потянулись к теплому включению в дальнюю часть акватории. И погружения охотников, работавших в начале, раз за разом заканчивались неудачей. Ну что там, как водичка? Молодая. А рыба? Рыба нет. Среди счастливчиков, успевших подстрелить одного-двух горбылей в первые часы соревнований, новобранец Милена Межуя. И много там таких? Ну, если было много, было бы здесь много, я не видела. Вскоре резкое понижение температуры моря выгнало большую часть охотников на берег. Немного отогревшись, самые упорные продолжали борьбу. Среди спортсменов нашлось не так много опытных бойцов, захвативших теплые семерки. Да и они выходили на лодки не с лучшими ощущениями. Что уж говорить о большинстве нырявших в пятерках и даже тройках. Некоторые сдавались и раньше времени сходили с дистанцией, предпочтя бессмысленным бодрящим процедурам бутерброды, заготовленные организаторами на катерах. Рыбы нет, как всегда. В это время здесь нет рыбы. Очень низкая полоса для охоты, термоклин, большое скопление людей. Поэтому с рыб очень сложно. Я думаю, что будет мало рыб. Очень. Ну, хоть что-то уже успело попасться. Половина будет без рыбы, если не больше. Более стойкие согревались быстрыми передвижениями по акватории на ластах. Вот он спорт. Вот она, трудовая рыба. К последнему часу соревнований температура моря у первого боя опустилась до 13 градусов. Под термоклином на 5 метрах еще хладнее. Понятно, что нырять глубоко не имело смысла, поэтому большая часть охотников работала под берегом. В дальней части акватории море тоже остыло, но до 16 градусов. Сомнений не было. Лидеры будут там. До финиша в воде дотерпели только самые стойкие. Давай пожаловать на борт! Когда взлетела красная ракета, большая часть охотников находилась уже на борту. Согласно правилам, сразу при выходе из воды охотник передает рыбу капитану катера, который упаковывает улов в индивидуальный пакет с сопроводительной информацией. Процедура простая, но исключает перевешивание и сортировку рыбы в лодках. К тому же значительно экономит время на взвешивании. День показал, что турнир, как и в прошлом году, может закончиться совершенно неожиданно. Главной интригой стал тот факт, что на этот раз победителей выбирало море. На лодке даже опытные охотники редко выходили с добычей. Как стало известно позже, из 84 спортсменов лишь 29 улыбнулось удачу. Но впереди еще один день, и охотники, вооруженные сегодняшним опытом и неисправимым оптимизмом, довольные возвращались в Балаклаву. Солнце уже перевалило за гряду скал, накрыв мягкой тенью акваторию, в которой всего полчаса назад кипели нешуточные страсти. Всем не терпелось узнать результат первого, такого непростого дня большой охоты. Рудкин настрелял? А ты что же? Иди на снегу, иди на. Спустя час концертная площадка яхт-клуба «Золотой символ» наполнилась участниками турнира. Сегодняшняя нестандартная ситуация с морем продолжает будоражить умы спортсменов. Молодые охотники живо обсуждают температурный катаклизм, радуются случайным победам. Аксакалы переваривают молча, ожидая результата взвешивания, чтобы точно узнать, насколько непредвиденные обстоятельства сильнее их опыта. Пользуясь 10-минутной подготовкой к процедуре, интересуемся впечатлениями от охоты. Высадились мы в первой точке, и как выяснилось это уже в конце, что надо было в нее не высаживаться, потому что там была наиболее холодная вода. Некоторые коллеги вот ныряли, так они видели прямо вереницу этих горбылей, они шли все, их спугнула эта вода. И мы в ней работали, работали, вот порядка 150 нырков по компьютеру показывают, но это ничего не дало. Все может измениться. В завтра те товарищи могут попасть в такую же историю. Это просто нестандартная вообще вышла ситуация, которая может быть выходит же. Даже опытные спортсмены высадились там же и остались ни с чем. Сегодня я застрелила первого в своей жизни горбыля. Такая удача, мне действительно, ну я постаралась, мне повезло. Теперь я поняла, как это делается, и все впереди, будут еще. Ну, кажется, что я лидер после первого дня. Если, как бы, верить той информации предварительно. Ну, повезло мне. Я был на дальнем краю акватории, где была, по всей видимости, вода немножко потеплее, поэтому была проще рыба. Не было такого, как бывает, что в одном месте набираешь рыбу. То есть, каждая рыба по отдельности ошибки были, были промахи, один вход был, 8 хвостов итог этого дня. А результаты взвешивания следующие. В личном зачете третье место у Сергея Раца, команды «Чайка Киев». Сергей порадовал четырьмя хвостами. Когда на столе взвешивания оказался у лов Евгения Каляева 14 хвостов, спортсмены ахнули. Но взвешивание показало, что половина из них незачетные. Полезный вес Каляева в результате составил 7 килограмм 300 грамм. Зато в 8 горболей Александра Уткина сомнения не вызывали. Общий вес 7,5 килограмм. Таким образом, победитель первого дня Александр Уткин из Ярославы. Результаты лидеров, соответственно, определили иерархию командного зачета. Белорусские спортсмены пришли без улова. Претендент на самую крупную рыбу. Кило 580. Пока самая крупная. Кило 580. Жень, с фотоаппиры. В номинации «Самая крупная рыба» рассматривались два трофея – Евгения Каляева и Сергея Мызникова. Завелась упорная борьба. Есть еще один претендент на самую крупную рыбу. Сергей Иванович, Ходи сюда, дорогой. Уехал. Взвешиваем претендента на самую крупную рыбу. Кило 924. Подводить итоги по результатам сегодняшнего дня бессмысленно. Удача и разочарование этой охоты имеет лишь один результат. Каждый спортсмен в силу своего опыта сделал выводы и определил тактику на завтра. Скорее всего и второй день турнира «Золотой символ» будет богат сюрпризами. Залогом служит уже то, что акватория переместится и пройтись по намеченным местам охотникам не удастся. Что ж, доживем до завтра. Второй день соревнований. Максимально утепленные спортсмены занимают места на катерах. Хвала всем, кто не поленился привезти два костюма. Местным охотникам было легче. За ночь можно съездить за семеркой домой и вернуться. Остальные выходили из положения кто как мог. Море по-прежнему холодное, но сегодня это уже не сюрприз для охотников. Нет вчерашней суеты. Все спокойно готовятся к соревнованиям. Наверняка в каждой команде обсуждались планы на решающий день. Были сделаны выводы и выработана новая тактика с поправкой на урок, который море преподало спортсменам накануне. В связи с тем, что людей много, вода холодная, рыбу поджала ближе к берегу. И она попряталась по щелям от нас, от охотников. Поэтому приходилось просто очень аккуратно нырять и просматривать все щели. В одной из щелей увидел фрагмент какой-то рыбы крупной, ну горбы.